Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами известного нам мира? Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Есть ли в наших мечтах послание с небес? Можем ли мы постигнуть древние секреты сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сидрот провел более 35 лет, исследуя загадочный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Здравствуйте, с вами Сидрот. «Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественное естественно». Что знали первые верующие в Мессию Иудеи? И что по сей день остается тайной для нашего поколения? Они что-то знали. У меня есть книга, в которой сказано, что они молились за коллег, и те ходили. Из-за слепых, которые прозревали, они что-то знали. Мы обнаружили, что секрет не только в древней молитве, которую они использовали, но также и в том, что именно молитва открывала это сверхъестественное. Поэтому предлагаю вам узнать об этом поподробнее. Надеюсь, вы хотите об этом узнать. Что же это за молитва, творящая чудеса? Я тоже. Я кое-что себе напомнил. Я сказал себе, «Ты помнишь, когда ты еще не верил в Мессию и произносил молитву вместе с милыми религиозными христианами, которые пытались убедить себя, что Иисус есть Мессия? Было что-то, что сразу меня заинтриговало. Они сказали, что у них есть сверхъестественный язык от Бога. Многие не хотят, чтобы неверующие слышали сверхъестественный язык, но это бесконечно меня интриговало. Так что, став верующим в Мессию, я тоже захотел овладеть сверхъестественным языком. Я пошел на собрание, кто-то за меня помолился и сказал, «А теперь говори на иных языках». И никто не сказал мне, что я не смогу. Я рад, что ничего не знал. Я был как и маленький ребенок. И именно так и должно быть. Я начал говорить на сверхъестественном языке, но затем тоненький голосок в моей голове произнес, «Да ты все выдумываешь и придумываешь». Ни у кого из вас не было такой проблемы в свое время, а? Никто с этим из вас не сталкивался? Я уверен, этот голосок говорит многим людям. И я остановился. Я люблю Бога и не хочу ничего придумывать. Однажды я был с ортодоксальным раввином, который принял Иисуса, и вот он позвал меня. «Сид, подойди сюда». Этой женщине нужна молитва. Женщина была беременна, и доктор сказал, что ее беременность замерла. Я только недавно уверовал, и вы просите меня помолиться, чтобы мертвый воскрес? Я не знал, как молиться. Я внезапно стал молиться на сверхъестественном языке, при этом сомневаясь, что он вообще-то от Бога. После молитвы женщина ушла, а раввин сказал мне, «Сид, а где ты выучил древнеарамейский?» А я едва говорил на иврите. Я совершал бармитсву на иврите. И он не только сказал мне, что это был древнеарамейский, но и рассказал, о чем я молился, потому что он знал этот язык. Он сказал, «Ты молился, чтобы дух этого ребенка успокоился с Богом Отцом». Я сказал, что никогда не мог бы сказать этого своим умом. И после этого уже не сомневался, что этот язык реален, он настоящий. Когда вы молитесь на сверхъестественном языке, ваш разум, он отключается. Для молитвы на сверхъестественном языке нужно отключить свой разум. Это значит, что нужно переключиться с разума на дух. Вы уже не молитесь разумом, вы молитесь духом. И поскольку ваш разум не понимает, что вы делаете, он не будет с вами спорить. И вы говорите, «Разум, успокойся, в дело вступает мой дух». Так что во время молитвы на сверхъестественном языке не приходят сомнения. Никаких. Вы молитесь с идеальной верой, как вам нравится. Что, когда вы молитесь на этом необычном языке, каждая ваша молитва совершается с чистейшей, стопроцентной верой. И дело не только в стопроцентах. Когда вы видите человека с проблемой, вы видите только вершину айсберга. Вы не видите своим естественным зрением 95% этого айсберга. Это правда. Вы принимаете решение, молитесь за людей, видя только вершину их айсберга, но действие разворачивается в невидимом мире. Дух Святой знает все, что необходимо. Вы этого не знаете, а Бог знает, и вы можете молиться в Духе Святом с совершенными молитвами, с совершенной верой. Вы понимаете, какое это сильное оружие, мощнейшее, я бы сказал. И понимаете ли вы, почему кто-то хочет вам помешать? Вы понимаете, почему многие церкви отодвинули это на задний план? А некоторые и вовсе забыли об этом. Да, это противоречиво, поэтому молитва на языках сводит дьявола с ума. Именно так. Это сводит дьявола с ума. Конечно, это будет противоречиво, но позвольте вам кое-что сказать. Когда я закончу вас учить, вас будет уже не остановиться в молитве на языках. Это просто прорвется из вас наружу. Но когда я вернусь, я расскажу вам, что вы делаете, молясь на языках. И вот я вернулся. Знаете, что это значит? Это не значит, что я отступал. Слава Богу, по Его милости, я никогда не был отступником, но я вернулся. Раньше я молился по часу в день. Когда-то давно я ходил с Богом, а затем я стал слишком занят. Я даже не понимал силу того, что делаю, но я вернулся. Вернулся. Я молюсь час в день, и я вернусь обязательно. Поэтому не уходите далеко. Скоро вы сами узнаете эту по-настоящему заразительную силу молитвы на иных языках. Не уходите, мы продолжим с вами. Это сверхъестественно. Наш мир склонен искать отличия и то, что разделяет нас. День за днем мы живем по привычным правилам. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду между иудеями и язычниками, положив начало одному новому человеку. Это духовное единство дает начало величайшему и неведомому ранее единству в стремлении к Богу. Сидрот нашел в Писании ключ, чтобы донести иудеям Божью любовь. Одно новое человечество открывает дверь, чтобы Бог мог двигаться с чудесами и знамениями. Все увидят очевидность обетований незримого Бога. На sidrot.org вы найдете руководство, которое поможет вам делиться тем, как одно новое человечество приведет множество людей к познанию Бога. Вы поймете Израиль и иудейские корни церкви, и как все нации мира испытают невиданные в истории благословения. Заходите на наш сайт сегодня. Это сверхъестественно. Как бы вам понравилось, если бы все, все в вашей жизни работало во благо для вас? Бог так и говорит. Вы ведь читали послание к римлянам, 8 главу, 28 стих, так? Но вы не смотрели на предыдущие стихи. Они описывают молитву на иных языках. Что же способствует тому, что все содействует к облагу? Молитва на иных языках. Как мы могли это упустить? Ведь это очень важно. Давайте поговорим о преимуществах говорения на языках. Исцеление — это первое. Преимущества говорения на языках. Итак, первый пункт. Запишите себе это исцеление. Вернемся к посланию римлянам, 8 главе, 26 стиху. «Также и дух подкрепляет нас в немощах наших». Я посмотрел это слово в словаре. Отгадайте, что оно значит на греческом? А? Наши болезни. Вы понимаете, что, молясь на иных языках, вы молитесь совершенными молитвами о тех сферах вашей жизни, где болезни уже пустили свои уродливые корни. Зная это, я молился бы день и ночь. День и ночь. И вот вам второе преимущество. Это преимущество говорения на языках. Второе. Постоянная хвала Богу. Как вы относитесь к постоянному прославлению Бога? Дело в том, что у вас нет способности славить Бога круглосуточно, но послушайте вот что. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 17 стих. «Ты хорошо благодаришь». Когда молишься на языках, ты благодаришь. Ты не просто благодаришь. Ты хорошо благодаришь. Хотите? Хорошо благодарить, а? Тогда молитесь на языках. Номер три. Преимущество говорения на языках. Ощущение Бога внутри себя. Вы осознаете, что Бог внутри вас? Много лет назад меня заинтриговала одна книга. Ее автор, брат Уильям Лоуренс. Она называется «Практика Божьего присутствия». Когда вы молитесь в духе, вы молитесь словами Бога. «Вы осознаете это?» Вы практикуете божественное присутствие. Прежде чем вы начнете это делать, дам вам подсказку. Молись на языках, осознавайте и сконцентрируйтесь. У меня был гость, который объяснил это. Это называется «углубиться в дух». Решением воли углубляйтесь в дух. Если вы просто молитесь сознательно, то это не то. Молитесь, сознавая, что Бог внутри вас. Когда я молюсь на сверхъестественном языке, я ощущаю Бога каждую секунду, потому что это исходит из моего духа, а не из сознания. Вы можете ощущать Бога во всем, что вы делаете. То же самое присутствие переживал брат Лоуренс. Он был монахом, посудомойщиком и калекой, но самые высокие чины страны искали его, потому что этот человек просто учился Божьей любовью. Так что от ваших денег ничего не зависит. Ничего не зависит и от вашего образования. У этого человека не было денег. У него не было образования, но он ощущал Бога. Всем хочется личных отношений с Богом. Всем хочется узнать такого Бога. И чем больше вы будете молиться на сверхъестественных языках, тем больше любви будет изливаться из вас на всех окружающих. Предположим, ваша супруга неверующая. Вас приглашают на коктейльную вечеринку, и вы идете ради своей супруги, но из-за нее никому там не проповедуете. «Ты ведь не будешь здесь проповедовать, милый?» «Верно?» — спрашивает она вас. «Вам и не придется проповедовать». Божья любовь привлечет людей к вам. Понимаете? Ну что ж, номер четыре. Теперь перейдем к этому. Преимущество говорения на языках. Сверхъестественное внутреннее исцеление и прощение. Это четвертый номер. Вы не осознаете этого, но вам кажется, что молись на языках первые годы, вы молитесь за весь мир. Это не так. Вы молитесь за себя. Вы ходатайствуете за себя. Мы несовершенные люди, воспитанные несовершенными родителями, потому что и их родители были несовершенны. Вы хотите стать совершенными за одну ночь, так что ли? Вы становились несовершенными всю свою жизнь, так что, молясь на языках, вы обретете внутреннее исцеление, и Бог сможет вас использовать. Наконец-то это произойдет. И тут мы обнаруживаем пятый пункт. Преимущество говорения на языках. «Сверхъестественная защита!» Я говорил женщиной, которая час молилась на языках, а затем пошла в магазин. Она только-только вышла из магазина, как кто-то приставил к ее голове ружье, приказал сесть обратно и отвез в лес. Она не знала, что этот мужчина был в розыске за изнасилование и убийство сорока женщин, которые были похожи на нее. Она молилась на языках, и потому обрела сверхъестественную защиту. Я скажу вам, что она была бы сорок первой, если бы не ее молитва на языках. Этот парень не только не стал ее насиловать и убивать, но также сам сдался полиции. Вы представляете? И более того, он принял Иисуса! Шестое откровение. Откровение от Бога. Молясь на ином языке, вы получаете откровение от Бога. Вы хотите больше откровений от Бога, а? Вы будете чувствительны голосу Бога. Вы будете ходить в Его ощутимом присутствии. У вас будет сверхъестественное благоволение и мир. Благотворное изменение мозга — это следующий пункт. Даже химический состав мозга изменится. Я прочту вам потрясающий доклад доктора Карла Петерсона, специалиста по мозгу. Во время молитвы на языках в нашем мозге начинается определенный процесс. Когда мы погружаемся в небесный язык, специалист по мозгу так и говорит. Мозг вырабатывает химические секреции, которые направляются в вашу иммунную систему, давая ей подпитку. Это способствует исцелению нашего тела. Удивительно, что эта секреция вырабатывается той частью мозга, которая больше никак не функционирует и активизируется только во время молитвы на языках. Благодаря исследованиям и тестам он обнаружил, что во время молитвы на языках в нашем мозге начинается определенный процесс. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Многие из нас могут говорить о чудесах, произошедших в их жизни. Сверхъестественные рядом с нами. Мне 14 лет. Этим утром я смотрела программу об ангелах и почувствовала, как на меня изливается тепло. Я расплакалась. Я болел раком, и Господь исцелил меня. Это настоящее благословение. Имеется возможность смотреть передачу «Это сверхъестественно» каждую неделю. Если вы хоть раз соприкоснулись со сверхъестественным, присылайте ваши письма на наш сайт sidrot.org. Это сверхъестественно. Я говорил вам, что мы нашли древний ключ к силе первых верующих в Мессию Иудеев. И он находится прямо в Писании. Я прочитаю вам Деяния, 6 главу, 4 стих. Сначала я прочитаю по-английски, затем греческий перевод, и вот наш природный язык, который произнесли апостолы. А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. Но вот что сказано в греческом переводе. Мы постоянно будем отдавать себя этому слову и этой молитве. О какой молитве идет речь? Павел даст вам подсказку. В первом послании к Коринфянам, 14 главе, 18 стихе, он пишет нам следующее. Давайте-ка посмотрим на эту подсказку. «Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю иными языками». Хм... «Более всех вас?» Тот, кто написал большую часть Нового Завета, считал, что молитва на языках важнее всего. А в первом послании к Коринфянам, 14 главе, 5 стихе, он пишет, «Желаю, чтобы вы все говорили на иных языках». Это должно закрыть дело. Я хочу, чтобы вы все говорили на иных языках. И точка. Чтобы получить дар Духа Божьего, вместе с другими дарами, вы должны быть рождены свыше, и у всех есть способность говорить в этой молитве, потому что иначе Павел бы не написал, «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Но есть особые типы языков, которые даются не всем. Например, если в собрании вы начинаете говорить на языках, кто-то может дать истолкование. Не у каждого есть этот дар, но Павел хотел, чтобы каждый говорил на языке молитвы. Так что, если вы рождены свыше, я коротко научу вас. И прямо там, где вы находитесь, прямо у вас дома, где вы смотрите эту программу, прямо сейчас произойдет чудо. Вы будете молиться, произносить совершенные молитвы с совершенной верой до конца вашей жизни. Вы этого хотите? Я уверен, что да. Поэтому послушайте в Деяниях. Второй главе, четвертом стихе написано. «И они» — ударение на слове «они». «И они исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». «Кто говорил на иных языках, а?» «Они говорили». Или «Дух Святой говорил, а?» «Это они говорили на иных языках». Вот в чем дело. Если вы не откроете свой рот и не издадите звука, никто этого не сделает. Вы скажете, «Ну, я жду, когда Бог овладеет моим языком». Хорошо. Хорошо, что Петр этого не делал. Мы смеемся над некоторыми действиями Петра, но он ходил по воде. Знаете, почему он ходил по воде? Иисус шел по воде, и Петр сказал, «Как круто, а я так смогу?» «Вы бы так подумали, а я так смогу?» Петр сказал, «Если ты будешь двигать моими ногами, я приду к тебе». «Нет». Он так не сказал. Он встал. Он умел ходить. Он делал это всю свою жизнь. Никаких фокусов. И поставил ногу. Кто пошел? И кто должен говорить? «Мы». Мы будем говорить на сверхъестественных языках. Петр пошел. Вот что произошло. Петр выполнил свою часть, а Бог выполнил свою. Ваша честь говорить духом. Я не знаю, что говорить. Отличный ответ. Это неведомые языки. Отлично. Пятерка вам. Но что, если это не от Бога? А что, если от Бога? В моей Библии сказано, что если сын попросит хлеба, отец не даст ему камень. Насколько же больше Бог даст Духа Святого тем, кто попросит во имя Иисуса? Поймите это. Вы либо верующий, либо нет. Итак, я хочу, чтобы каждый, кто никогда не молился на иных языках и не понимал, что упускает, вы, именно вы, к вам обращаясь, встаньте. Вставайте, давайте. И остальные тоже. Я буду молиться за ваше спасение. Давайте, вставайте. Вставайте. Или я позорю вас на международном вещании. Хорошо. Помните, что я вам только что сказал? Не будьте как Петр, говоря, я не выйду из этой лодки. Это Питер Джонс. Вы его не знаете. Будьте как Петр в Библии. Выходите из лодки. Говорите, поверите так быстро, как только сможете. Скажите громко, во имя Иисуса. Возьми слова из моих уст, как хвалу Тебе. Начинайте славить Его. Стоп, стоп, стоп. Почему я остановил вас? Я хотел показать, что все под контролем. Это просто дар Духа. Вы можете остановиться и молиться на своем языке. Можете остановиться и молиться в Духе. И теперь я хочу, чтобы вы сконцентрировались и молились именно в своем Духе. Сосредоточьтесь на Духе и начинайте говорить на языках. Углубляйтесь в Дух. Стоп, я хочу научить вас. Не знаю, слышали ли вы меня, но я обнаружил, что когда я заканчиваю молиться или уже помолился о самом важном на языке, которого не понимаю, я начинаю не истерически смеяться, а смеяться на языках. Это разные вещи. Не знаю, слышали ли вы меня, но я просто сделаю это сейчас ради вас, дорогие. Я делал это раньше в Духе. Что-то вроде такого. «Послушайте, я делаю так». Дух Святой говорит, «Дьявол, я снова тебя сделал». Будьте в норме. «Дьявол, я снова тебя сделал». Сделайте это снова. Смотрите в следующем выпуске. Мой гость – пророк, и через его семью ему была показана сверхъестественная стратегия. Бог сказал, если последуешь этой стратегии, то не потеряешь своих детей, своих внуков и правнуков. Всех спасешь! Субтитры создавал DimaTorzok